В Якутии голосуют оленеводы, в Челябинске путешественники, а на Сахалине молодожены. В выборах президента могут принять участие 112 миллионов человек. О самых необычных избирателей Игорь Масынов. На оленях утром ранним и стойбище прямо на избирательный участок, в ближайший поселок Юрингхая. В упряжках оленеводы проехали сотню километров специально, чтобы проголосовать. Выборы – это гражданский долг каждого. Мы всегда приезжаем голосовать, как бы далеко не находились от избирательного участка. Оленеводы – активные избиратели. По данным ЦИК Республики Саха, северные улусы Якутии оказались в лидерах появки. Меня радует то, что проживая в таком далеком арктическом селе, мы имеем право реализовать свое политическое право участвовать в выборах президента страны. Это дает чувство сопричастности к важному событию, чувство значимости человека в большом деле. На избирательные участки жители Олененского района традиционно пришли в национальных костюмах. Свои одежды они показывают, какой именно из малых народов севера представляют. Здесь живут в том числе эвены, эвенки и юкагиры. Когда 18 лет исполнится, после этого каждый раз ходят на выборы. А здесь могут проголосовать все, кто в Челябинске проездом. Избирательный участок организовали в здании железнодорожного вокзала. Единственное условие – нужно было заранее взять открепительное удостоверение на своем участке. Я здесь нахожусь в командировке, работаю недавно. Именно в городе Челябинске, сама из Самарской области. Голосовать важно, но все-таки принять участие в общей жизнедеятельности. С этого момента Ксения и Алексей Кирьяновы все решения принимают вместе. И первое – пойти проголосовать на выборах президента России. На избирательный участок сахалинские молодожроны отправились прямо из ЗАГСа. А гости подождут. В любом случае погода хорошая, поэтому и выбрали март месяц. И вот решили, почему бы и нет, не проголосовать, сходить. Все-таки мы патриоты своей страны. Всего в выборах президента России примут участие 112 миллионов избирателей. Еще почти 2 миллиона проголосуют за пределами страны. Избирательные участки и сегодня, в последний день голосования, открыты с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Игорь Мусунов, Кристина Волошина, МИР24.